Афганистан Русские совершили самое большое предательство. Это была кровавая прелюдия того, что ввергла Афганистан в десятилетия конфликта. Развалины дворца Таджбек в Кабуле всё ещё несут шрамы этого убийства. В то время дворец был резиденцией афганского президента. С тех пор прошло 40 лет, но Факир Мохаммад Факир так никогда и не смог забыть увиденное. В тот день он был срочно вызван во дворец. Внутри дворца все получили дозу яда. Советские спецслужбы пытались отравить афганского президента. Амин любил супы. Повар подсыпал яда в суп, он был агентом ГГБ. Президент Афганистана Хафизулла Амин упал без сознания, съев суп. Факир был министром внутренних дел в его кабинете. Он поднялся наверх в президентскую спальню. Когда я приехал, Амин лежал в кровати. Рядом с ним были два русских врача и один афганский. Они промывали ему желудок. В следующие 4 часа советские врачи, ничего не знавшие о заговоре КГБ, делали все, чтобы спасти жизнь Амина. Амина отнесли в ванную. В течение 30 минут его окатывали холодной водой. После этого он пришел в сознание, к нему вернулись зрение и слух. Но президенту Амину по-прежнему угрожала опасность. Витас Луксис был в числе сотен советских военнослужащих, окруживших в ту ночь дворец. 20-летний десантник из Литвы служил тогда в танковой роте. В нашей роте или батальоне там задача была не допустить помощь Амину, если бы такая была. И с ночными приборами ночного видения, и даже с пушки стрелять, и пулеметы. Просто очень было мало опыта. Решение убить Амина было принято Москвой после того, как в Кремле стали получать жалобы на жестокость афганского президента и растущее сопротивление его правления. Коммунисты захватили власть в Афганистане в 1978 году в результате переворота. Амин отправил в тюрьму и приговорил к смертной казни тысячи афганцев. В КГБ также поступали доносы из Кабула, что Амин связан с ЦРУ. Это вызывало беспокойство. Советское вторжение в Афганистан было одним из самых важных событий в истории не только Афганистана, но и мира. Советский Союз, как тоталитарная деспотия, не мог позволить себе, чтобы его победили. А как только он проиграл, он начал разваливаться по всем швам. С наступлением темноты советские войска также двинулись к Министерству обороны. Сейчас в этом здании Афганский национальный музей. План состоял в том, чтобы убить начальника генерального штаба Мухаммеда Якуба и обезглавить армию. В тот вечер Давлад Базири еще был на работе. Вдруг он услышал стрельбу. Я скачил и схватил калашников, открыл окно. Я увидел, что стреляют под окном, выпустил несколько очередей туда. Они были в желтой форме и в вязаных шапках. Я про себя удивился. Это русские? В то время как советские десантники прочесывали нижний этаж Министерства обороны, Базири бросился в кабинет Якуба. У того была встреча с несколькими советскими военными советниками. Я на 95% уверен, что переводчик советника, русский, выстрелил в Якуба. Он получил смертельное ранение в бок. Базири выскочил в коридор. Он бежал, пытаясь найти укрытие, но в него выстрелил советский десантник. Он опередил меня. Я не успел выстрелить. Пуля попала сюда. Запястье было разгроблено, и я выронил калашникова. Пули попали в правую ногу и в живот. Базири бросился в гостевую комнату, но нападавшие начали бросать гранаты, и ему пришлось искать выход. Там было окно. Я открыл его и выпрыгнул со второго этажа. Сломал ноги и бедро. Потом я потерял сознание и не знаю, что происходило дальше. Тем временем началось наступление на дворец Таджбек. Было темно. Даже, я думаю, что очень времени не было, думая, что происходит. Ты сосредоточен на выполнение своей, тебе поставленной задачи. Так что такого там не было. Я знаю, что там штурмовали спецотделения и так далее. Но мы имели свою задачу просто. Слышали там все остальное, что там происходило, стрельба и так далее. Некоторые, по-моему, в гражданском там, в спорта дверки там. Внутри дворца советский спецназ был встречен яростным сопротивлением. Спецподразделения прочесывали этаж за этажом. Амин и его семья в отчаянии боролись за свою жизнь. Амин с Калашниковым в руках вышел наверх лестницы, чтобы стрелять любого, кто попытается подняться. В этот момент пуля попала ему в бедро. Амин скончался от ран. Советские войска взяли Кабул под полный контроль. Более двухсот афганских военнослужащих были убиты в той операции. Свыше тысячи сдались. Растекреченные документы КГБ свидетельствуют, что в ту ночь погибли более ста советских военнослужащих. На утро после штурма Витас Луксис вошел в президентский дворец и увидел то, что осталось после яростного боя. Большой красивый дворец. Везде двери распахнуты. Такой беспорядок. Кабары красивые, очень красивые. Мебель, столы, гипсатура, люстры. Там вот все это красивые, очень, очень красивые. Потому что я до этого почти ничего такого и не видел. Была там кровь, но таких трупов уже там, по крайней мере, я не видел. Внезапность оказалась ключевой для успеха советской операции. Даже после начала штурма Амина и его окружение не верили, что Москва нападет на своего союзника. Мы больше верили русским, чем афганцам. И несмотря на нашу веру и доверие, они совершили против нас самый вероломный акт из возможностей. На следующий день Советский Союз сделал новым лидером Афганистана Бабракат Кармаля. Так началась советская оккупация, продлившаяся почти десятилетия. Советский воинский контингент вскоре втянулся в болото партизанской войны с маджахедами, которых поддерживали США. Сейчас вижу все. Конечно, была ошибка. И ошибка, я думаю, не только. Там Советский Союз совершал эти ошибки. К моменту вывода советских войск в 1989 году в этой войне погибли почти 2 миллиона афганцев и 15 тысяч советских военнослужащих. Советский Союз чувствовал, что его вынудили вторгнуться в Афганистан в 1979 году. Они опасались, что в противном случае афганское коммунистическое правительство и армия неизбежно развалятся. Это решение далось нелегко. Но они верили в то, что если они не вмешаются, им придется столкнуться в Кабуле с политической катастрофой. Давлад Вазири в конечном итоге стал офицером афганской армии, находившейся под контролем СССР. Потребилось 13 месяцев, чтобы его раны зажили. Но остались шрамы в душе. Это был отвратительный день. В тот день я умер. Я лежал в куче мертвых тел. Потом я понял, что я все еще жив. Меня повезли в больницу на операцию. Дворец Таджбек, место убийства аминов, в последнее время начали медленно реставрировать. Афакир Мохаммад Факир все еще не может восстановить свою жизнь. Он провел 10 лет в тюрьме, ожидая, что его расстреляют. Его выпустили только после вывода советских войск. Но потом началась гражданская война. Зародилось движение талибов. Беды того дня продолжаются по сей день. Факир настроен пессимистично. Через 40 лет после советского вторжения он так и не видел мира в своей стране. Редактор субтитров А.Семкин